Привет, я Макс, и сегодня обзор новинок смартфонов. Cobut Rainbow, бюджетная новинка от хорошей компании. Внешне выглядит интересно и не совсем дешево. Задняя крышка ребристая и не будет выскальзывать из рук. По начинке работает на последнем андроиде 6.0. Процессор MT6580, 1 гиперативки и 16 встроенный. Также поддерживает карты памяти. Камеры на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13. Ну и передняя на 2 мегапикселя. Также поддерживает 3G, OTG. Аккумулятор здесь на 2200 мА. Смартфон имеет хороший внешний вид и неплохую начинку. И установлен последний андроид 6.0. Все это стоит всего 60 долларов. Doogee T3. Интересная новинка с необычным внешним видом. Задняя часть смартфона напоминает кожаное кресло. Но выполнена задняя часть из искусственной кожи. В общем смартфон сделан под бренд Vertu. Для себя бы такой смартфон я точно не купил бы. Не люблю такой внешний вид, но на вкус и цвет, как говорится. Да и судя из опыта, такого рода смартфоны очень плохо оптимизированы во всем. И имеют самые дешевые компоненты. В любом случае данный внешний вид выполнен еще неплохо. Но цена великовата для такой начинки. Ну как видимо, цену выставляли за внешний вид. Итак, по начинке. Восьмиядерный процессор 6753. 3 гига оперативки и 32 встроенной. Также поддерживает карты памяти. Экран 4,7 дюймов. HD с плохой яркостью. Камера на 13 мегапикселей и на 5 спереди. Также поддерживает 4G, GPS и USB Type-C. Аккумулятор на 2800 мА. Корпус выполнен из искусственной кожи и металла. Работает на Droid 5.1. И да, из необычного на верхней грани смартфона, над экраном, есть еще один экран, где расположены часы. Да, и сразу скажу, если вдруг решили купить, имейте ввиду, данная так называемая кожа быстро потеряет внешний вид. В течении 2-3 месяцев. Цена смартфона на данный момент 187 долларов. Все ссылки на смартфоны в описании к видео. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите лайк и будьте в курсе свежих новостей о смартфонах, гаджетах и мобильных технологиях. Удачи и пока.